Нефтяники со школьной скамьи. Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз проводит отбор профориентированных выпускников для поступления в Национальный минерально-сырьевой университет Горный в Петербурге. С сегодняшнего дня на базе 8-й школы потенциальные нефтяники проходят испытания по математике и физике. Здесь стартовала олимпиада по этим предметам. Те, кто справится с заданиями лучше остальных, получат возможность обучаться в одном из ведущих вузов страны нефтегазового профиля за счет компании. Подробности у Кирилла Мигеля. В этом году мы осуществим набор по трем специальностям. Таким как геология нефти и газа, маркшейдерское дело и инженерная геодезия. Вы, наверное, понимаете, что количество бюджетных целевых мест ограничено. Поэтому еще раз призываю вас собраться и постараться. Если конкретнее, то из 26 претендентов отберут лишь восьмерых. Задания не сложнее, чем те, что участникам олимпиады предстоит решать на едином госэкзамене. К слову, при поступлении в первую очередь учитывать будут именно результаты ЕГЭ. Достижения, так сказать, олимпийские, сыграют свою роль в случае, если несколько абитуриентов наберут одинаковое количество баллов. Ребята, получающие образование, которое оплачивается за счет потенциального работодателя. Эти ребята, безусловно, потом внесут серьезную лепту освоения энергоресурсов в области его разведки и добычи именно того региона, который очень нуждается в молодых кадрах. Сама схема такого сотрудничества нефтяников и вуза давно опробована и зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Впервые 9 целевиков Ноябрьскнефтегаза уехали учиться в Питер в 2008 году, а уже в этом предприятие увидит первый результат. Некогда школьники вернутся в качестве дипломированных молодых специалистов. Как сложится судьба этих старшеклассников пока не ясно, но свой первый и, быть может, самый важный выбор в жизни они уже сделали. Теперь остается идти к своей цели. Эта компания очень интересна для меня как место для работы, поэтому я очень был бы не против туда попасть. После целевого набора компания «Газпромнефть» принимает студентов и на практику, и на какое-то время на работу. И если ты хорошо себя проявляешь, то ты уже останешься там. Преподаватели вуза излишних иллюзий не питаются. Идите способностях выпускников до подведения итогов в преподавательской среде не принято. Давайте до завтра оставим этот вопрос. Когда я возьму в руки мел, они откроют тетрадки. Однако ямальская земля всегда славилась своими талантами, особенно в нефтегазовой сфере. Кто знает, быть может, и среди этих школьников есть будущие почетные работники ТЭКа. Кирилл Мигель, Виталий Харченко. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова